Интересно послушать тех же республиканцев, например, участников опроса, который сформировал Такер Карлсон и разослал ведущим будущим кандидатом потенциальным от республиканской партии 2024 года. Ответ однозначен, никому Украина не интересна. То есть те, кто реально имеет хоть какие-то шансы, а это, давайте будем честными, два человека, Дональд Трамп и Рон де Сантис, чуть ли не синхронно, чуть ли не хором высказались, Украина это далеко, Украина это дорого, и Украина это опасно. Нам это не надо. Вот сейчас они еще ближе подошли к этой опасной черте уже для Соединенных Штатов. Сегодня беспилотник, завтра пилотируемый аппарат, послезавтра что? Тот же опросник, да, возвращаемся от Такера Карлсона. Не то, что там собрались такие миролюбивые голуби мира, да, среди... Да, нет, конечно. Нет, это люди, которые просто хотят другую войну, да, им не хочется Украины, им хочется заняться Китаем. Ну вот они в этот огонь прибежали, принесли там несколько своих канистров бензина. Но при этом опросы показывают, что несмотря на ненависть Китая, нас ненавидят страшно в Америке. То есть и вчера то, что в ООН мы проводили заседание, или в Сабвизе ООН, заседание по русофобии, ну это просто констатация факта, да, нас ненавидят. Ну, для этого предпринимаются большие усилия с их стороны. Опять же, ненавидят где? Ненавидят, конечно, эстеблишмент прежде всего, ненавидят те, кто принимает решения. Ненавидят почему? Потому что мы не позволяем им осуществить их планы, да. Да, все очень банально, как это говорится. Ничего личного, только бизнес. Ненавидят до той поры, пока надо ненавидеть, и пока это продается, и пока это конвертируется, да. Тут тоже не нужно питать иллюзии, да, и думать, что если там, ну, по-моему, мы этот период уже пережили, как-то там нас поманили, сказали нам два добрых слова, и мы уже побежали. Надо как-то немножко быть внимательнее теперь. Ну, если это возможно, да. Ну, с учетом того, что мы не знаем. Если возможно быть внимательнее, да. Потому что мы настолько иногда рады обманываться, что это прям начинает пугать. Такой, знаешь, самообманываться рад. Вот сейчас, например, мы с нетерпением ждем, что к власти придут республиканцы. Ну и придут. Любви к нам от этого не прибавится, от слова совсем. Хочется напомнить всем, что человеком, который был по большому счету магическим Советского Союза, был республиканец. Звали его Рональд Рейберт. Из этого бы человека ничего не случилось. Никакому демократу до него было не допрыгнуть.